Уважаемые студенты третьего курса, мы продолжаем изучение новой истории стран Европы и Америки. На прошлом занятии, на прошлой лекции мы с вами начали изучение темы «Россия в новое время». Тема рассчитана на три часа лекционных занятий, и на первом занятии мы рассмотрели вопросы «Россия при первых Романовых», «Реформы Петра I», «Про оглашение империи». И сегодня, я надеюсь, разобрать вопросы эпохи дворцовых переворотов, внутренней внешней политики и эффективности второй, восстание Иоанна Пугачева и возможности правления Александра I, Отечественная война 12-14 годов, декабристы. Давайте вопросы для закрепления литературы оставим на самый конец нашей сегодняшней лекции. Давайте вернемся к генеалогической таблице династии Романовых на Российском престоле. Итак, мы с вами рассматривали эту таблицу, вот верхнюю ее часть, да, рассмотрели приход к власти Петра, да, после последнего правления сыновей Алексея Михайловича, Федора, Софьи и одно время совместного правления Ивана Пятовой Софьи, а затем совместного правления, видите, с 89-го года, вот, Ивана Пятого и Петра I. Но после смерти Ивана V в 96-м году Петр уже самостоятельно продолжил править и правил власть до своей кончины в 1725 году. Напоминаю, что четырьмя годами ранее, в 1721 году, по завершении Северной войны со Швецией, Россия была разглашена империей, а Петр I стал первым российским императором. Кстати, мы его называем Петр I, и везде на Западе его называют Питезегуэйд, Петр Великий. И, казалось бы, после смерти Петра I не должно возникнуть проблем с престолом наследия, потому что у него от первого брака был жив царевич Алексей. Вот здесь вот указано в качестве супруги Екатерина I, потому что она правила, да, недолгое время в истории России. А вот с этой стороны, в принципе, еще можно написать имя Евдокия Лопухина. Это первая жена Петра I, на которой он женился по настоянию своей матери Натальи Нарышкиной, и которая Петром I была вскоре отправлена в монастырь, но от брака с ней родилось двое детей. Дочь Наталья старшая, правда она прожила только 14 лет, и вот царевич Алексей. Вот здесь можно смело поставить цифру 1718 и поставить ее в такую траурную рамочку. Дело в том, что еще при жизни Петра I его сын Алексей был обвинен в государственной измене и при невыясненных обстоятельствах погиб в 1718 году в застенках, так сказать, да, вот в тюрьме, куда его доставили по приказу отца Петра I. Поэтому после смерти Петра I он перед смертью завещал переход к власти к своей супруге Екатерине, первой бывшей Марте Скавронской до крещения. И она, видите, во главе России была очень недолго, всего два года, она очень, так сказать, скорбела, так сказать, по своему ушедшему супругу, была слаба здоровьем и в 1727 году скончалась. И здесь возник вопрос, так сказать, да, кто в власти. У Петра с Екатериной были две дочери, Анна и Елизавета, тогда они еще были достаточно молодыми. Анна была замужем за одним из германских князей. Но вот у царевича Алексея, уже в то время погибшего, как мы помним, у него был сын, будущий Петр II, который родился 23 октября 1715 года. То есть на момент этих событий ему было 11 лет. Вот его-то и прогласили императором России. Дело в том, что еще при Екатерине I она толком управлять Россией не могла, и власть перешла фактически в руки Верховного Тайно-Света, в котором верховодил князь Меньшиков, ближайший с подвижника правой, рука Петра I. И Петр II, очень юный, попал под влияние Меньшикова, тот даже устроил обручение его со своей 15-летней дочерью. Но правда, так сказать, вскоре Меньшиков был арестован и отправлен в ссылку в Тобольскую губернию. И Петр II, все еще по-прежнему очень юный, 12-13 летнего возраста, молодой император, он попал под влияние князей Долгоруковых. И теперь они уже хотели очень приблизиться к императорскому престолу и устроили его свадьбу со своей дочерью Екатериной Долгорукой, которая тоже была на несколько лет старше Петра. Свадьба была назначена на 30 января 1730 года. Где-то за неделю до этого события, принимая парад, Петр II простудился. И кроме того, он болел оспой. И две этих болезни наложились, и он скоропостижно скончался как раз-таки в ночь с 29 на 30 января. То есть фактически в день своей несостоявшейся свадьбы. Таким образом, 30 января 1730 года в России возник мощнейший династический кризис, кризис власти. У 14-летнего Петра II, естественно, никаких наследников не было. И вот тогда представители Верховного Тайного Совета Голицыны и Долгорукие стали искать какую-то фигуру, которую можно было бы управлять, манипулировать, и которую можно было бы посадить на российский престол в качестве такой очень декоративной переходной фигуры, а самим фактически управлять стороной. Такая фигура была найдена. Дело в том, что у Ивана V были дочери Анны Иоанновна и Екатерина. Екатерина была замужем тоже за каким-то германским герцогом. А вот вторая дочь Анны Иоанновна, она была вдовой. И проживала она в Курляндии, в сожительство со своим конюхом Бироном. И была очень-очень такой недалекой, так сказать, такой курляндской помещицей. К ней явились представители от Голицыных и Долгоруких и, так сказать, предложили ей вступить на российский престол. Она с радостью согласилась. При этом, правда, вступление на российский престол должно было сопровождаться подписанием специальной бумаги, специального документа под названием «Кондиции». Кондиция – это условие, так сказать, того, что она занимает российский престол, но при этом выполняет волю Голицыных и Долгоруких. Она эти кондиции подписала, но когда вступила на престол официально, она увидела, что узурпация власти двумя этим боярскими кланами не нравится абсолютно всем остальным, и особенно гвардии. Вот она прилюдно эти кондиции порвала и приказала Голицыных и Долгоруких арестовать и тоже отправить в ссылку. Так началось десятилетнее правление Анны Иоанновны. Здесь, в Казахстане, она памятна тем, что при ней произошло включение младшего и среднего РУЗа в состав России. На самом деле, правительница была очень плохой. Несколько лет, так сказать, полностью ее отвратили от управления. Она перестала заниматься государственными делами и издала уникальный указ подписи трех министров в сумме равны одной ее императорской подписи. То есть теперь, чтобы какой-либо указ вышел, нужно было, чтобы три министра ее подписали, так сказать. Она практически сама, как бы, оказалась от власти, делегировала ее, так сказать, министром. Вот сама проводила время, так сказать, постоянно в балах, в маскарадах, в празднованиях. Очень многое злоупотребляла спиртными напитками. То есть, понятно, что так долго такая жизнь продолжаться не могла. И вот она длилась 10 лет. И в 1740 году Анна и Анна у нас скончалась. К тому времени у ее сестры Екатерины, так сказать, и ее дочери Анны Леопольдовны, родился сын Иван VI Антонович. Вот он, это был, так сказать, совсем грудной младенец, которого и назначили императором России при регенстве Бирона. Бирона нет в этой схеме, но он тут незримо присутствует, так сказать. Но, правда, после интриг таких знатных немцев, при дворе Миниха и Остермана, Бирон был арестован, отправлен в ссылку, вот уже после смерти Анны Иановны. Вот такая незавидная судьба фаворитов при Российском престоле. И теперь уже Иван VI был назначен императором при регенстве своей матери Анны Леопольдовны. Но это, повторюсь, это был грудной младенец, так сказать, управлять он, естественно, страной не мог. Его мать тоже не обладала, так сказать, никакими качествами для управления. И в этих условиях, когда к власти фактически пришли, так сказать, немецкие родственники, и началось откровенный грабеж казны и прочие негативные вещи, российская гвардия, так сказать, произвела государственный переворот. Анна Леопольдовна и ее сын Иван VI были арестованы, заключены в Петропавловскую крепость. А к власти гвардия привела дочь Петра Великого, Елизавету Петровну, Елизавету I, которая правила в России, видите, с 1741 по 1761 годы. Елизавета Петровна, к сожалению, тоже не имела наследников и стала решать, так сказать, этот вопрос путем того, что, так сказать, вот у его, здесь вот эту линию нужно было здесь провести, так сказать, да, вот у ее сестры Анны родился сын, которого назвали в честь деда Петром, будущий Петр III, это внук Петра I по материнской линии, по другой линии, по отцовской линии, он был внуком Карла XII, соперника Петра I в Северной войне и там во всех знаменитых сражениях, включая Полтавскую битву. Таким образом, будущий Петр III воспитывался одно время как наследник шведского престола, но затем, когда Елизавета сделала выбор в его пользу, его привезли в Россию. Спешно заставили учить русский язык, русскую историю, традиции, так сказать, да, вот, и спешно же женили его на Софии Фредерике Августи, Ангальцебской принцессе. Это будущая Екатерина II, которая приняла имя Екатерина, в, так сказать, при переходе из Литеранской церкви в Православие. Таким образом, их, так сказать, обвенчали, вот, у них впоследствии родилось несколько детей, вначале сын Павел, вот, и дочь, вот, и после смерти Елизаветы Петровны, в 1861 году к престолу был приведен Петр III, поклонник прусского короля Фридриха. Он, как бы, остановил тут же, так сказать, участие России в Семилетней Европейской войне, где Россия как раз-таки разбила этого самого Фридриха. Он заключил с ним мир. Это вызвало резкое отторжение, опять же, российской гвардии. И вскоре созрел заговор вокруг Петра III, который реформировал армию по пусскому образцу, а все это не нравилось гвардейцам. И заговор возглавил любовник Екатерины II, граф Орлов, вот, и там их было три брата Орловых. Вот, и вот они составили заговор, в который вошли все высшие, так сказать, сановники России, все высшие полководцы. В общем, абсолютно некому было защищать Петра III. Он был арестован в 1762 году. И так Екатерина II вступила на российский престол. Вот, здесь годы ее правления, 1762-й, 1796-й. Вот, такая была опечаточка, извините. Вот, это так называемый золотой век правления Екатерины Петровны. Она правила, вы видите, 34 года. Ее бывший муж Петр III во время транспортировки его к месту заключения был убит младшим из братьев Орловых. Вот, ну, это все списали на, так сказать, инсульт, как тогда полагалось. Иван Шестой Антонович тоже погиб в Петропавловской крепости, когда его пытались освободить, был такой заговор поручика Мировича. Вот, то есть, по приказывающей Елизаветы, так сказать, в случае попытки освобождения Ивана Шестого, его нужно было охране убить, что охрана и сделала. Таким образом, Екатерина II избавилась от, так сказать, потенциальных претендентов на российский престол и начала править единолично. Вот, и у нее была очень активная внутренняя и внешняя политика. Во внутренней политике была подписана жалованная грамота городам, жалованная грамота дворянству. Два важнейших документа. Дворянство получало особые привилегии и полномочия, как и города. Во внешней политике очень успешные войны, расширение границ России, включение Крыма в состав России. В общем, на семинарах можно будет подробно разобрать активную внешнюю политику России, связанную еще с активной успешной полководческой деятельностью. Тут и Суворов, тут и, так сказать, Ушаков и многие-многие другие известные российские полководцы. После смерти Екатерины к власти пришел Павел I. А вот весь этот период, когда зачастую власть менялась очень быстро, в связи с переворотом, вошел в историю как история дворцовых переворотов. И мы подошли к правлению Павла I. И теперь у нас немного времени. Мы возвращаемся к вопросам для закрепления. Итак, какой период истории России называют эпохой дворцовых переворотов? Каковы обстоятельства привода к власти Екатерины Великой? Каковы особенности внутренней внешней политики Екатерины II? И это мы не успели разобрать. Посмотрите, да? В каких обстоятельствах вступил на престол император Александр I. Это тоже был дворцовый переворот, заговор. Но об этом мы поговорим подробнее. Вот список литературы. Посмотрите. Субтитры создавал DimaTorzok